В целом, с целью устойчивого развития энергетики, обеспечения энергетической безопасности страны и регионов, энергоэффективности реального сектора экономики, будут реализованы основные направления, заложенные в концепции развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики на 17-30-е годы. Проект данной концепции уже готов, в настоящее время проходит согласование среди государственных органов и будет направлено утверждение к правительству, подготовленному с участием экспертного сообщества. Говоря об этом, стоит отметить, что буквально пару лет назад традиционные источники энергии имели ценовое преимущество по сравнению с солнечной энергией. Это вот к вопросу о том, что Чиновай Уконыч упомянул, вопросы возобновляемых источников энергии. В 2016 году, это для примера, на аукционы в Абудабе китайский производитель солнечных панелей Джинка Солар и японская Марубини предложили цену, вдумайтесь, 2,42 цента за киловатт-час солнечной энергии. И уже в этом году, по прогнозам экспертов, на аукционах цена может упасть ниже 2 центов. Безусловно, такие ценовые показатели определены такими характеристиками, как долгосрочность проекта, практически нулевая стоимость земли под строительство, низкая стоимость разрешений, низкие налоги и тому подобное. Кыргызстан также поддерживает мировые тенденции по государственной поддержке возобновляемых источников энергии. Так, в настоящее время вносятся соответствующие изменения в закон о возобновляемых источниках энергии, которые предполагают справедливые механизмы для установления преференциров для ВИЭ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok